и снова здравствуйте всем привет Blender 2.90 давайте посмотрим как можно пользоваться мета ригом вот этим human meta rig здесь вот персонаж уже сделан под лицевую анимацию и кости я вставлять в принципе не хочу так вот каркас я могу сам сделать вот лицо нужно взять откуда-то давайте вот так вот все из отдела арматура так human у меня модель немножко большеватая так тогда прибавим с и вот вот этот мета риг прибавим до лица поставим видимость in front посмотрим как он установлен и в принципе что можно здесь с него взять так единственном паде я возьму вот именно только голову вот это лицо ну и кисти рук все остальное мне не надо я сам это все вставлю и делаем таким образом заходим в edit mode вот так вот выделяем давайте все вот эти косточки которые нам не понадобятся через shift левая кнопка мыши так здесь еще вот шея есть давайте шею тоже выберем долой грудинку тоже долой все он делит бон и так у нас есть кисти вот эти вот эту часть кисти можно тоже дарить бон удалить будем работать вот с этим мета ригом таким образом делаем выделяем полностью вот этого кости головы делаем с где-то подгоняем теперь можно использовать мов чтобы это дело все четче как-то опустилась вот так подгоняем смотрим где-то что-то еще уводим приподнимаем и вот у меня лицо нестандартная мне нужно будет теперь вот эти косточки немножко подкорректировать ну и уши тоже так вот каким образом будем делать выбираем через shift левой кнопкой мыши вот эти ухи так теперь тройка на нампаде g уводим делаем их немножко s побольше g подравниваем смотрим чтобы ухо попало на то место которое нам надо так ну и вот эти косточки так вот эти вот выбираем и немножко g уводим поближе вот сюда вот к этой части ну где-то такая штука теперь выбираем вот эти кости так вот можно даже зажатый shift выбрать полностью рот так здесь у нас идет губа так это уже скула вот эти части тоже выбираем скулу оставляем на месте ну в принципе все тройка на нампаде g все это дело опускаем вот до рта теперь единица на нампаде нужно все это дело опять же подкорректировать так желательно косточку головы не зацеплять так вот таким вот образом выбираем через shift единица на нампаде g подводим губе глубоко и не надо сажать и вот смотрите если вы приблизите ближе вот допустим к этой кости вот рот то они могут связаться и потом вы будете губы двигать и у вас будет допустим двигаться ну не знаю за что отвечает эта косточка допустим с носом она если связано то будет двигаться и нос тоже это не надо так что control z держите все это как-то на расстоянии вот нос еще джи выбираем все вот эти косточки и немножко можно их подкорректировать опять же смотрим вот висит у нас вот эта косточка мы ее должны чуть-чуть поменьше ну опустить и как бы можно еще даже подкрутить и поближе поставить даже можно чуть-чуть вывести вперед она все равно свяжется именно с губой так но опять же смотрим что у нас тут сначала джи корректируем эту часть теперь джи корректируем губу ну и тут тоже самое проделываем можно даже выбрать от зеркалить потом это вот сюда эту косточку поближе так ну и это тоже так верхняя губа установлена вот эта косточка он будет отвечать за челюсть мы ее опускаем пониже потом привяжем к ней челюсть так ну и то же самое вот выбираем и джи корректируем наши вот эти губы чтобы они именно легли по губе так теперь нам нужно отметить вот эту толку именно нижнюю часть челюсти почему потому что если ее не отметить будет потом тянуться верхняя часть а челюсть может деформироваться или стоять на месте вот это вот часть по полигонам будет растяжение так еще ухо корректируем так еще немножко поточнее так голова на месте лоб отмечен смотрим сверху вот чтобы вот эти косточки опять же далеко от головы не уходили так смотрим выбираем их через shift вот так вот семерка на нампаде давайте с помощью мов чтобы четче это было уведем посмотрим все легло соседние косточки они не зацепляют все они по бровям находятся так брови отмечены единицы на нампаде близко к глазам их тоже не надо опускать потому что потом возможно они именно слепятся ну чуть-чуть вот можно вот эту часть увести увести так скула что у нас со скулой нормально так теперь поработаем немножко с этим ухом в принципе метарик нужно пополам делить и косточки половина удалять работает с одной стороной только вот допустим каким образом включаем рентген допустим и вот как то вот так выделяем или середину оставляем только вот бок и вот эту косточку головную оставляем эту часть удаляем эту настраиваем и потом получается что делаем мир копируем именно делаем мир правой кнопкой мыши вот мир x global по иксу так ну будем делать пока так подправлять так губа установлена так вот эту часть тоже можно g пониже опустить и вот губа у меня выступает мне нужно вот этот момент тоже зафиксировать чтобы косточки были именно впереди там где находится у меня губа именно так вот так вот ну и эту косточку на место и вот эту косточку пониже и центральную тоже тоже как-то вот сюда так смотрим что да как единицы на нампаде все вроде состыковалось только ухо осталось подкорректировать глаза так вот еще пардоните глаза у меня выбираем выбираем глаза вот эти все косточки так ног можно отключить и вот таким вот образом и делаем с уменьшаем чуть-чуть подгоняем смотрим смотрим что да как ну вот в принципе вот это вот верхнее отвечает так вот это верхнее отвечает именно за так моргаем чем мы веком вот это вот должно на веки быть это вот у нас идет дуги вот эти вот бровные так что еще это у нас центр глаза косточка будет отвечать за поворот зеркалка ну в смысле слежение пардон ну и вот это тоже самое уменьшаем выделяем все косточки которые нам нужны и делаем с так снимаем выделение делаем с g ну вот и все в принципе ну вот эти косточки тоже можно где-то поменьше допустим поставить как то вот так так все с этим делом разобрались кости установлены теперь самая нехорошая это единственном паде вот эта кисть r g подставляем делаем r где-то если нужно s опять же r разворачиваем под нашу модель корректируем ну и самая гадкая теперь все это дело выставляем получается g эту косточку сюда направляем g поставляем ближе кисти опять же корректируем ловим и вот началась трудоемкая самая часть выставить вот эти пальцы они у меня вот именно на модели в таком положении так что тут еще можно кстати сделать свои пальцы уже удалить вот эти косточки оставить только вот эти вот на кисти в принципе тогда побыстрее возможно дело пойдет так через шифт вот эти кости выбираем и уволим сразу к другому пальцу чтобы уже рядом они не стояли так палец отвязываем тоже смотрим чтобы они точно находились именно на руке так теперь вот этот палец выставляем R подкручиваем ну вот что то должно у вас получится вот в таком духе опять же проверяйте не путайте пальцы а то бывает косточка одна вроде бы это тот палец а тянется другой так это есть такое дело ну и вот этот палец тоже выставляем смотрим со всех сторон ну вроде как и вроде и попало так это чуть-чуть сюда поближе так вот так нам метарик сэкономил уйму времени теперь что нам нужно сделать а нам нужно выделить вот эту головную кость сделать shift D копию единицы на нампаде G поставить ее к тазу сделать ей S G и теперь вытягиваем именно тело тело и 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 теперь нам нужно проверить как работает у нас вот это вот вот эти косточки выбираем вот эти две можно им слежение поставить даже вот эти наверно выбираем вот эти и вот это тоже и делаем r вот увидите что у нас тянут брови вот такая штука получается смотрим что не так с ними где идет привязка так что еще у нас тут так на голова движется зубы можно привязать проверяем теперь вот это вот эту часть к чему она завязалась так она вместе с носом идет потому что вот косточки на нос уходит так вот это не есть хорошо смотрим еще какие кости к чему привязались так если выбираем вот эту кость она получается не привязанная это губа так это челюсть вот эти кости уходят на брови вот они пошли мы сделаем теперь иначе мы зайдем в эдит мод и сделаем вот такую штуку доработаем этот метарик теперь вот эту косточку оставляем а вот эту косточку дэлит дэлит бом смотрим что да как теперь они не повязаны и мы выпустим отсюда еще одну косточку только только вот сюда и джи подведем ее вот к этой части и отсюда тоже выпустим косточку е вот сюда и будет все нормально это заебало так теперь что нам нужно сделать объект мод выбираем опять же кости так сначала персонажа теперь кости control п будет автоматик виджет заново перешиваем почему просто мы удалили кости и добавили еще свои которые не привязаны к ригу так теперь выбираем только кости и заходим опять же пост мод и проверяем теперь по новой так вот эту косточку опять получается у нас косяк но это тоже не беда так смотрим откуда они пошли где тут главное и привязываем выйдет мод вот эти те кости так это пошла вот она кость так вот эту кость две кости привяжем голове control пики пол сет перевязку сделаем теперь что сделаем вот эту косточку не трогаем и вот эти кости которые тянут нам брови так где они тут находятся вот она вот эта кость в принципе она нам не нужна здесь висок находится и вот вы видите что вот эта кость вот это привязанная вот к этим костям именно бровным дугом мы ее перевяжем на кости головы control пики пол сет и посмотрим как все изменилось выбираем косточку опять эту и делаем р и увидите что все мы убрали привязку к дугам и все все нормально так теперь эти действуют отдельно то же самое делаем тут edit мод удаляем вот эту кость она нам не нужна бум теперь это кость вот опять получается что было привязано и это кость это это не есть хорошо так теперь что у нас вот эту косточку немножко g это можно увести подальше на челюсть здесь у нас уже привязка работает тут можно их менять так и вот эту кость вот эту кость вот эту кость перевязываем на кость головы ctrl-p keep offset а вот эту кость и вот эту перевязываем тоже на голову ctrl-p keep offset теперь нам нужно привязать зубы мы выбираем мы выбираем в object мод верхние вот эти зубы и выбираем через shift кости заходим в post мод выбираем вот эту вот косточку вот эту и жмем ctrl-p бом то же самое поступаем так object мод выбираем теперь нижнюю челюсть опять же через shift кости заходим в post мод и выбираем вот эту теперь косточку вот она нижняя жмем ctrl-p бом так глаза теперь нужно привязать заходим в object мод выбираем у нас вот глаза у меня глаза это один саптул нам нужно два саптула мы делаем shift d дубликат заходим в edit мод и убираем какой-нибудь глаз полностью вот это выбираем delete вертиксы переключаемся на другой глаз выбираем delete вертиксы заходим в object мод переключаемся на solid выбираем сначала один глаз вот этот и будем его вязать так где он вот она косточка убежала вот это g и будем к ней вязаться выбираем глаз так не понял я удалил два глаза пардонки delete глаз shift d щелчок edit мод один глаз выбираем delete вертиксы выходим опять же в object мод выбираем еще глаза и удаляем теперь вот этот глаз так delete вертиксы так delete выбираем глаз через shift выбираем косточки и вяжем их на пост мод вот к этой кости глазной control p bone следом опять же object мод выбираем теперь этот глаз и через shift кости заходим в post мод выбираем теперь вот эту косточку и жмем control p bone так ну в принципе что тут зубы глаза привязаны можно еще косточки тут дополнительно вывести слежение смотрим выбираем кость головы тройка на нампаде r так что у нас тут теперь вылазит вот вы видите что тянет вершины ctrl z не беда это какая-то косточка тянет д так это кость привязана вот тут это привязана edit edit mode перевяжем кости ctrl p keep offset вот эту кость тоже перевяжем ctrl p так она куда-то к ней же завязана и вот эту кость попробуем ctrl p keep offset вот она не привязана и вот эту тоже на всякий случай ctrl p keep offset привяжем так проверяем опять выбираем кость головы в post mode вот она зацепляет главное с этой стороны не цепляет а с этой зацепила так ухо уходит ухо уходит ага и вот эту часть вот эту косточку поближе сюда обжиг мод перевяжем кости опять ctrl p with automatic widget посмотрим голова все ухо было глубоко посажено вот эта косточка ушная была глубоко посажена именно в мэш в этот персонажа так смотрим теперь что покажет ну вот все нормально двигается теперь веса настроить на чтобы воротник не тянул где-то еще как-то все это дело поднастроить и попробуем выбрать значит челюсть вот эту кость вот эту и нижнюю челюсть смотрим так еще губы губы должны быть повязаны к этим костям проверяем так челюсть работает губы отдельно опять же это не есть хорошо придется выбирать полностью так вот губы или их вязать на вот эти кости которые вот на челюсть р смотрим что получается ctrl z ctrl z так вот эту кость вот эту кость челюсти вяжем вот на эту кость каким образом выйдет мод ctrl пи кипов сет и теперь так вот эту кость пардон вот эту кость к этой ctrl пи кипов сет а вот эту косточку к этой тоже ctrl пи кипов сет смотрим что получается пост мод если мы выбираем вот эту косточку и вот эту жмем жмем а а это кость значит наоборот вот выбираем вот эти кости и вяжем к этой ctrl пи кипов сет так теперь выбираем только эти косточки ctrl пи кипов сет и вот эти губы вот эти губы мы должны привязать наоборот не к голове а вот к этой косточке так ctrl пи это в edit mode ctrl пи кипов сет и вот эти косточки вот эти вяжем к этой косточки ctrl пи кипов сет так губа завязана что нам еще нужно в принципе вот эту кость придется наверное выбирать вместе с этими костями или слежение и ставить так вот это тоже не есть хорошо все как-то тут все неправильно сделано я взял по-другому конечно так вот это кость вот эта кость вот эта кость должна быть привязана к голове вот эта кость и вот эта кость ctrl пи кипов сет вот теперь должно измениться все опа тут еще какая-то кость ctrl z так и вот эту кость нижней челюсти нужно привязывать не голове а она привязана к голове мы ее должны привязать вот к этой челюсти тоже вот к этой ctrl пи ctrl пи кипов сет pp ctrl пи кипов сет вот теперь настройка прошла так что еще тут может челюсть открывается нигде ничего не тянет проверяем дальше кости как они тут повязаны так если мы начинаем так сейчас я сначала все это дело так верну назад смотрим теперь как ведут себя вот эти вот бровные дуги сейчас будет двигаться нос потому что по моему привязаны они еще к носу так а если я возьму отдельно вот эти косточки смотрим что получилось control z выбираем только вот эту кость смотрим какой будет результат а вот почему он так работает потому что вот эта кость вот эта кость нам нафиг не нужна так если я выберу так и нажимаю допустим g вы видите что она только крутится но не опускается если я выберу вот эту кость вот эту и вот эту нажимаю r получается у нас тоже убожество вообще он неправильно сделан вот этот метарик я его маму так вот эта кость с носом не должна быть связана и вот это нам тоже в принципе кость не нужно заходим в edit mode удаляем вот эту кость вот эту тоже делить бонт и оставляем только вот эти две кости вот так чуть-чуть их корректируем это сюда это чуть-чуть сюда это чуть-чуть вперед чуть-чуть вниз ну и вот эту чуть-чуть вниз так обжиг нот опять перевязываем их control п with automatic widget и заходим так сначала обжиг нот выбираем косточки и заходим в пауз мод выбираем через shift эти кости и получается g вот теперь у нас нормально все будет работать получается нажимаем r и джи так как-то не так ну что то в таком духе смотрим опять на кости смотрим сейчас если мы будем вертеть вот эти кости так смотрим r но это еще нормально а это уже отвечает за нос она за нос не должна отвечать так control z и нам нужно короче вот эту кость и вот эту кость делит бон так вот это кость и вот это кость ухты глаза чё-то он выпучил тоже повязаны неправильно по моему так ну в принципе нормально так заходим в post мод и все смотрим здесь еще косточку нужно добавить будет вот эти кости носа вот эти кости носа должны привязаны быть вот к этому вот переносится вот к этой кости control п control п бон все вот теперь если мы будем вот эту косточку двигать у нас будет двигаться так ноздря к чему привязаны так вот они вот к этой косточке ноздри привязаны это тоже неправильно так перевяжем их на эту кость control п control п keep offset post вот теперь если мы будем двигать переносицу у нас будет двигаться нос с ноздрями вот эти ноздри можно еще дальше чуть-чуть поставить выйдет мод вот эти косточки G вот так растянуть вот так вот так вот эти кости вот эти кости нам тоже не нужны delete bone а вот эта кость вот эта кость G должна смотреть вот сюда вот так вот осмут получается R челюсть движется если мы выберем вот эти косточки вместе с головной то получается челюстная у нас не движется ее тоже нужно выбирать вот теперь что у нас тут завязалось так косточки удалили вот тут эта кость вот эти косточки вот они вот эти отводим G подальше объект мод и перевязываем полностью клик ctrl п будет автоматик виджет все она отцепилась выбираем косточки посмотрим посмотрим в голову выбираем так нос на месте вяжем теперь вот эту косточку челюстную так куда она привязана раз ее все равно выбирать мы ее перевяжем на голову ctrl п keep of set пост мод выбираем голову вот теперь все у нас завязано на голове уши G завязаны челюсть так скула или как я там завязаны G глаза завязаны и вот эти части тоже нужно переделывать короче тут все нужно переделывать это все говно проще тогда сделать свой метарик в смысле лицевую анимацию как я уже и показывал ну вот такая штука словом вот этот метарик можно переделывать перенастраивать перевязывать вот эти кости какие-то убирать какие-то добавлять свои да экономит время ну в принципе сделаны они для анимации чисто заежно короче говно так просто еще надо подкрасить я его маму ну а так все будет работать смотрим что у нас вообще-то получается так G вот эти косточки вот этот риг уже не проблема сделать так это у нас колени идут это у нас идет таз ну короче вот такой стаз надо еще сумки кости завязать чтобы сумки были завязаны на риге а так в принципе все нормально все всем пока до свидания напишите не 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 Продолжение следует...